МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые главные новости дня. Узнаете из подробностей. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Зачистка напоследок. Шокин обездавидел генпрокуратуру перед отставкой. Три пишем, четыре в уме. Члены возможной коалиции занялись перекрёстным вымогательством. Торговля надеждой. На кого Кремль готов поменять Савченко? Наука на голодный желудок. Харьковские учёные вышли на улицы. Генеральная прокуратура без генерального прокурора Виктора Шокина всё-таки ушли. Его отставку поддержали 289 народных депутатов. Самого Шокина в момент голосования не было. Правда, в своём отсутствии бывший генпрокурор предупреждал. Не было и бурных эмоций в зале. Представители фракции лишь выступили с короткой оценкой деятельности главы ГПУ. Нам нужна прокуратура, которая будет бороться с коррупцией. Нам нужна прокуратура, которая будет защищать украинских граждан. Он первый прокурор, который насмелился начать реформировать прокуратуру. Да, именно он изменил структуру. Да, именно он пошёл на открытый конкурс региональных прокуроров. Но большей его проблемой и большей его бедой стал провал реформы местной прокуратуры. Хорошую мину при плохом голосовании сделал уже бывший генпрокурор. Решение депутатов он назвал позитивным и объявил, что собирается на пенсию. Мол, в этом году ему уже 64 и в органы прокуратуры он уже вряд ли вернётся. Но до отхода от дел и пенсионных хлопот Шокин успел оставить без работы своего зама, грузинского варяга Давида Сакварелидзе. Всего за несколько часов до голосования в Раде ещё действующий генпрокурор подписал приказ об увольнении того с должностей зам генпрокурора и прокурора Одесской области. Напомню, этой отставке предшествовало очень долгое противостояние в ГПУ со взаимными обвинениями и очень громкими обвинениями. Так станет ли тише в ведомстве с уходом Давида, изучали мнение наши корреспонденты. Привлечь Сакварелидзе к дисциплинарной ответственности и уволить. Эти указы с подписью Виктора Шокина на сайте ГПУ появились рано утром, как итог конфликта внутри ведомства. Официальных причин такого решения сразу несколько. Несоответствие штатному расписанию должности Сакварелидзе, зам генпрокурора и прокурора Одесской области одновременно. А главное, вмешательство в дело другого прокурора, нарушение правил прокурорской этики. Вы знаете, что он предназначен старшим группой прокуроров в так называемых диамантовых прокуроров. Незваживая на то, что ему доручено особо принять участь в поддержке государственного обвинения в суде, доручение руководства генерального прокурора он не выполнил, никаких объяснений этого привода не надавал. Впрочем, именно дело так называемых бриллиантовых прокуроров причиной конфликта считает и сам Сакварелидзе. На увольнение своего соратника едва ли не первым отреагировал одесский губернатор Михаил Саакашвили. Я очекую, швидку, недвозначну и рискую реакцию от президента Украины, как гаранта Конституции Украины. О том, что разговор с президентом у Сакварелидзе был, позже заявил сам, бывший прокурор. На свою пресс-конференцию после увольнения он пришел с группой поддержки народных депутатов и активистов. Два дня назад, когда он меня спрашивал, не собираюсь я уйти в отставку. Я сказал, что я сам не собираюсь увольняться, потому что мой долг бороться до конца за изменения. Ну, после этого последовал приказ об увольнении. Сегодня президент меня пригласил и сказал, что это решение не было с ним согласовано. Сакварелидзе заявил о начале общественной деятельности, а в ГПУ осталось несколько дел, открытых во время конфликта. Идет расследование по обращению нардепов об использовании денег, выделенных США и ЕС на реформирование генпрокуратуры. Речь идет о более чем двух миллионах долларов. По словам СМИ, даже посла США собирались допросить, но потом это опровергли. Дипломат все-таки лицо неприкосновенное. Есть еще одно дело по заявлению самого Сакварелидзе. Почти год назад он якобы отказался от взятки в 10 миллионов долларов, которую ему в Ботсаде предлагал некий Виталий. Чтобы найти загадкового одесского Виталия, мы не раз обратились к самого Сакварелидзе. Камеры видеоспостережения, которые находились в Ботаническом саду, на жаль, не выявили, а не постать Сакварелидзе, а не постать по опису, похожего на Витальку. В итоге генпрокуратура осталась без Сакварелидзе и Шокина. Руководить ведомством, согласно закону, будет первый зам генпрокурора Юрий Севрук. Ярослав Кречко, Егор Логинов, Владлен Ноль, подробности, телеканал Интер. Одесскую прокуратуру сегодня трясло основательно. Мало того, что без руководителя осталось, так еще и репутация пострадала. На взятки задержали сотрудника ведомства Александра Мадебадзе. Операцию прямо в центре Одессы на глазах прохожих проводила военная прокуратура Южного региона. По данным правоохранителей, их коллега получил 5000 долларов за закрытие уголовного производства. Правда, о каком именно деле идет речь, пока не разглашают. А вот в Генеральной прокуратуре пролили свет на личность задержанного. Прокурор Владислав Куценко заявил, что Мадебадзе попал в прокуратуру Одесской области буквально две недели назад. По результатам личного собеседования с Давидом Сакварелидзе. Владимир Владимирович, где вы работаете? В прокурору отдела прокуратуры Одесской области. Выкрыто и затримано на горячем. Одного из работников прокуратуры Одесской области, который раньше работал в одной из местных прокуратур и нещодавно был переведен до прокуратуры Одесской области с подвищением. Теперь о вымогательстве политическом. Им усиленно занялись депутаты. В Раде продолжают воскрешать умершую коалицию, но пока как-то безрезультатно. Вдохнуть в нее жизнь мешают непомерные аппетиты возможных участников нового большинства. Условия выдвигают друг к другу. Все новое и новое и зачастую взаимоисключающее. Торговое предложение изучала и Екатерина Лысенко. Как создать новое большинство и у кого какие условия, с утра снова обсуждают в сессионном зале. Спикеры анонсируют закрытое собрание в составе трех потенциальных коалициантов в надежде вот-вот объединяться. Рабочим вариантом есть утворение новой коалиции в составе трех фракций. И я надеюсь, что мы сможем на этом тижне все вопросы угодить и двигаться дальше. Пока Нарды подготовят выступление, уже бывшие избранники пытаются в последний раз прорваться в зал. У Фирсова Стаменко, еще вчера депутатов от блока Порошенко, сегодня окончательно забрали мандаты. К трибуне удалось прорваться только Фирсову и выступить с короткой речью. Если вы думаете, что сейчас обидели нескольких народных депутатов и лишили их мандата, то вы глубоко заблуждаетесь. На самом деле коррупционеры пытаются вернуть парламент к банальному политическому рабству. Борьба за Украину только начинается. Мы еще вернемся. Без мандата политическая и общественная деятельность не менее приятная и сладкая для влады. Вместо ушедших карточки нардепов тут же получили два следующих избранника по списку БПП. Присягу принимали в то время, когда все в зале снова призывали разрешить вопросы большинства с правительством. Хотел бы начать свой выступ короткую информацию о прилюдненном на сайте ЦРУ. За подсумками 2015 года, Украина стала лидером за уровнем инфляции среди 225 стран с показником 49%. Такая оценка – это подсумка работы уряда и коалиции, которая его сформировала. Уже второй месяц тревают торги за портфели в уряде. Коалиция намагается самосберегтись, изменивши премьера и снявши с себя ответственность. Хоть в зале и призывают воссоздать коалицию в прежнем составе, в переговорах участвуют только три фракции. Самопомничь окончательно решила большинство не возвращаться. Радикалы наконец-то окончательно ушли, официально отозвав подписи. Блок Порошенко надежды возлагает лишь на Батьковщину. Блок Петра Порошенко витает решение Батьковщины про восстановление коалиции Европейской Украины. Мы считаем, что после внесения президентом соответствующего конституционного подания рассмотреть вопросы нового премьера, нового уряда парламент имеет невидклад. Но без промедления тоже отставку правительства совсем не хочет рассматривать Народный фронт. У них, что ни час, новые требования. У нас так же есть свои условия. И базовая наша условия для подтверждения своих подписей под коалиционной угодой это продолжение курса уряда Арсения Яценюка. Завтра президент Украины отлетает в США. Мы считаем, что такие серьезные решения должны происходить за его присутствие. Поэтому мы готовы после его возвращения в субботу, в неделю или в понедельник провести позачерговую сессию парламенту, чтобы подписать коалиционную угоду и проголосовать все кадровые вопросы. В свой час Арсений Петрович сформулировал три речи, при которых он готов и пойти в добровольную отставку. А это новая коалиция, то есть 226 голосов или больше. Другая кандидатура премьер-министра, и она есть. И третья программа действий, которая уже презентована. То есть все три условия, которые в свой час высунул премьер-министр и фракция Народного фронта, она полностью на сегодняшний день забеспечена. Свои требования и у Батькевщины в коалицию войдут, если Рада примет с десяток законов. А это и мораторий на продажу земли, и урегулирование тарифов. Все кулуарные переговоры, которые сегодня ведутся, они замыкаются на том, что две наибольшие фракции, Народный фронт и блок Петра Порошенко, поменяются местами в президии. Згадывается такой старый, не смешный анекдот, когда в концентрационном таборе сказали, что сегодня будет смена белизны, и первый барак меняется белизнью с другим. Приблизительно так выглядит сегодня переформатование коалиции. Дабы уместить все требования в одном коалиционном соглашении, даже пришлось закрыть утреннее заседание раньше. Коалиция-то будет создана, но, скорее всего, в новом парламенте уже после выборов. Или же, или же страх победит у Народного фронта, они понимают, что перевыборы для них смерти подобны, и они войдут в эту коалицию. Только страх может подтолкнуть депутатов, ничто иное. Сейчас надо ехать в Америку. Им надо сегодня склепать, повторяю, не сделать, склепать какую-нибудь коалицию, доложить, что мы Шрокина сняли, коалицию слепили, а дальше они могут затянуть. На самом деле это обреченная коалиция, коалиция, которая уже ничего не может дать народу Украину, коалиция, которая должна уйти самостоятельно, но, видите, не уходит. Но проведенные часы на консультациях и после обеда не увенчались успехом. О создании новой коалиции так и не объявили. Договорились и дальше договариваться. А если лебедь, рак и щука все-таки впрягутся в коалиционный ВОЗ, то как долго он будет ехать? Смогут ли члены фракции, которые из-за низких рейтингов боятся перевыборов спокойно спать? Насколько жизнеспособной может быть коалиция, за которую нынче так торгуются? Мы попросили объяснить экспертов. Нет уверенности в том, что эта коалиция существует долго. Так же, как и в будущем Кабмин, если он будет все-таки сформированный, а что он принесет какую-то эффективность в свою работу и будут достигнуть какие-то результаты. И уряд, и парламент достигли певної критичної межи, когда уже зубожение граждан таки, что дальше так не можно продолжать, нужно на кого-то вину все-таки покласти. И, естественно, там левая частка досягнений в лапках той ситуации, что мы сейчас имеем украинцы, все-таки на уряде. А на уряде Яценюка. Все больше и больше представителей политических сил и урядовцев схиляются до того, что перевыборов не уникнуты, что такие перевыборы могут осенью отбудиться. Кардинально, конечно, ничего не поменяется. И все это понимают. Другой вопрос, как надолго этой коалиции хватит. И, сходя из того, как они собираются, с перерывами, с каникулами совсем, то до осени они дотянут точно. А вот до весны дотянут ли, думаю, нет. Никто не знает, какое будет коалиционное соглашение. И самое главное, что, я думаю, мы не увидим прорывной программы правительства. Никто ее не заявляет. Потом, я думаю, опять будет проблема внутри парламента, потому как парламент все больше и больше не соответствует структуризации общества политической. То есть уже совершенно другие политические силы могли бы прийти в парламент, если бы были выборы, например, сегодня. Кто мог бы стать победителем, а кто аутсайдером в избирательной гонке, уже гадают и сами политики. В оппозиционном блоке, например, уверены, что смогут повторить локальный успех в Кривом Роге и по всей стране. Напомню, там действующий мэр города Юрий Вилкул победил с внушительным отрывом. За него проголосовали более 74% избирателей. На втором месте Семен Семенченко. У него почти 11% голосов. Псевдопатриоты и авантюристы сейчас бьются в истерике и пытаются показать свой сокрушительный проигрыш на выборах в Кривом Роге тем, что у нас какой-то неправильный народ. На самом деле, я думаю, это просто они неправильные политики. И выборы в Кривом Роге сломали важнейший маховик, который раскручивался последние два года, когда единственной правдой представлялась правда псевдореволюционеров, людей в балаклавах. А правда на самом деле другая. Люди хотят стабильности, люди хотят мира, люди хотят безопасности. А вот до мира между участниками коалициады, похоже, пока далеко. От вечернего заседания парламента сегодня ожидали подписей под новым альянсом. Что в итоге получили, знает Анна Каменева. Она с нами на связи. Аня, приветствую. Так родила Рада сегодня коалицию или потуги были пустыми? Здравствуй, Алексей. Переговоры о создании новой коалиции сегодня закончились все же провалом. Фракции не договорились. Депутаты говорят из-за требований Батькивщины принять их законопроекты. Таких около 18. Парламентарии рассказывают, Юлия Тимошенко первая покинула собрание коалиции еще до его конца. Поэтому у БПП и Народного фронта ничего не оставалось, как договориться лишь о том, что поработают над предложениями Батькивщины. Две фракции, БПП и Народного фронта, створяют рабочую группу, где работается пакет законопроектов, где приблизно 20. Чтобы в четверг мы могли рассматривать. Там будут и те законопроекти, которые поддерживаются нами, которые есть в авторстве Батькивщины. То есть мы покажем нашу доброволю, что мы готовим к співпраце. И, возможно, тогда мы уже начнем перемоги на создание, то есть, восстановление работы коалиции. Я сейчас буквально там годину, как слышу про эти 20 законов. Я не знаю, что это за закон. Я знаю, что нужно будет смотреть, что это были основные наши умоги выполнены. Если они поставлены и проголосованы, я думаю, что великая уверенность, что мы погодимся на корицию. Теоретично, возможно, уже в четверг. Самопонять же в своем решении непоколебима, остается в оппозиции, поэтому в переговорах не участвовала. На собрании не было и радикалов. Хотя и теми другим сегодня, опять же, парламентарии предлагали подумать о возврате в парламентское большинство. После собрания коалиции на вечернее заседание в сессионный зал так и не вернулись глава фракции БПП Юрий Луценко и спикер парламента Владимир Гросьман. Почему, непонятно. Но вот в самой фракции БПП сегодня заявили, что де Юре коалиция все еще существует. Но в Народном фронте еще ранее заявляли, что поддерживают кандидатуру Гросьмана на премьера, если будет создана коалиция из фракций, а не из нефракционных депутатов. Но сегодня свою риторику немного смягчили. Говорят, такой формат поддерживают, но опять же с условием. Если сегодня позафракционные депутаты решат вступить в фракцию БПП Порошенко, потому что я не знаю таких заявок о Народном фронте, то, естественно, тогда у нас номинально будет 226. Это не идеальный вариант, потому что мы знаем проблемы с дисциплиной народных депутатов. И мы прекрасно понимаем, что у нас могут быть проблемы с голосованием ледь не за каждое вопрос. Пойдет ли таким путем БПП, во фракции пока не говорят, хотя сегодня уже официально вернули в свои ряды скандального депутата Олега Барну, которого ранее исключили за то, что пытался вынести из-за трибуны премьера Яценюка. Но депутаты все же в любом случае не исключают, что смогут договориться до конца недели, хотя шансы, говорят, невелики. Алексей. Спасибо, Аня, за информацию. Это была Анна Каменева из-под парламента. Там, как понимаем, сегодня коалиция так и не родилась. Будем ждать. Но пока коалиция не слеплена, продолжаются гадания, какой она может быть. Вот какие прогнозы относительно ее формата и ключевых игроков делают эксперты. Создается коалиция минимум из трех фракций. И она формирует новые правительства, но на данный момент, скорее всего, во главе с Владимиром Гройсманом. Это один вариант. Второй сценарий. Если Батькивщина зартачится, но это в случае согласия Арсения Петровича и его фракции, создается коалиция из двух фракций. Блок Петра Порошенко, Солидарность и Народный фронт. Плюс внефракционные депутаты. Естественно, при новом премьере. Третий сценарий. Формально он возможен. Все остается так, как есть сейчас. Вплоть до сентября. Это, на мой взгляд, худший сценарий. Потому что за этот период кризис будет продолжаться. Четвертый сценарий. Президент. Через месяц примерно, а может быть чуть позже, может заявить о том, что не сформирована новая калиция. В соответствии с Конституцией распускается парламент. И все идут на досрочные парламентские выборы. Так, с чем в итоге Петр Порошенко отправляется в Вашингтон? Напомню, на необходимость скорейшего разрешения политического кризиса Киеву указывали и в ЕС, и в США. Порошенко прилетит в Вашингтон уже завтра. Там у него запланирован ряд двусторонних встреч и выступлений. В частности, сразу после прибытия глава государства выступит в Конгрессе на форуме «Борьба Украины за свободу», которая продолжается. В ближайшие дни украинский лидер встретится с президентами Польши и Аргентины, генсеком ООН Пангимуном и вице-президентом США Джо Байденом, который в американской администрации лично курирует сотрудничество Вашингтона и Киева. Кроме того, глава государства примет участие в саммите по ядерной безопасности. Нынешний визит в США для Петра Порошенко уже третий за время его президентства. Напомню, накануне на встрече с лидерами фракций Порошенко заявил, что от их способности договориться зависит и миллиардный кредит от США и трехмиллиардный от МВФ. В Международном валютном фонде дали четко понять, до разрешения политического кризиса денег не будет. Харьковские ученые вышли на митинг, утверждают, что наука украинская на сегодняшний день поставлена на черту выживания. Работать им приходится за мизерную зарплату, и это тем, кому повезет. Вот ведь многих из них на сегодняшний день сокращают. На что готовы участники этого интеллигентного бунта, выясняла Лидия Калинина. Герои слава! Науки слава! Они называют себя учеными с ограниченными возможностями. Говорят, этот митинг под зданием обл. администрации их последняя надежда. Нам приходится сейчас проводить процедуру массовых сокращений. Вот, допустим, в моем институте сокращается около 10% численного состава. А самое важное, что мы не видим перспективы. В этом году Академия наук получила из госбюджета чуть больше 2 миллиардов гривен. Это на треть меньше, чем в прошлом. Чтобы экономить, сотрудников научно-исследовательских институтов массово отправляют в отпуск свой счет каждый месяц на неделю. Например, Алиса в феврале получила аж 2 тысячи гривен зарплаты. Но переживает девушка не за себя. Говорит, их институту средства нужны, чтобы поддерживать оборудование. На ее плакате уникальный Т-образный радиотелескоп. Он работает в декометровом диапазоне, в том, что не работает ни один телескоп в мире с той чувствительностью, которую мы имеем. На нашем телескопе уникальные открытия были сделаны. Но это просто нужно, чтобы люди работали. И чтобы этот телескоп тоже финансировался. Ученые не могут простить премьеру его заявления о сомнительных результатах украинской науки. Говорят, она держится исключительно на энтузиастах. Финансирование от ВВП 2,4%. Это в развитых странах. У нас 0,2%. Наука никогда не была приоритетом в нашем государстве. И это при том, говорят ученые, что многие из их разработок могли бы пригодиться стране именно сейчас, в условиях военного конфликта. Столько ребят, которые нуждаются и в реабилитации. У нас большие разработки могли бы мы дать и в ортопедии, и в восстановлении кроветворения. Абсолютно во всех областях. Но, к сожалению, все ограничено материально. Свои просьбы участники акции изложили в письме к Академии наук, премьеру и президенту. Его передали в областную администрацию. Чиновники пообещали, отвезут обращение в Киев в ближайшие дни. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков. Ну, зарплаты, конечно, по случаю, а вот платежки по расписанию. Госкомстат озвучил среднюю сумму украинской коммунальной платежки. Это 1250 гривен. Другие цифры пугают больше. Только 57% украинцев справляются с новыми платежами. Долг по стране уже составляет почти 11 миллиардов гривен. Треть этой суммы неуплата за отопление и горячую воду. За газ, содержание домов и вывоз мусора почти по 20%. Чуть меньше за холодную воду. Что касается регионов, то лидируют среди должников Днепропетровская, Харьковская и Одесская области. Торговля надеждой. Из Москвы сегодня дали сигнал, на кого готовы поменять Савченко. Имена каких преступников всплыли, все подробности знает наш московский САПКОР. Данил Русаков. О возможном обмене Надежды Савченко только не на ГРУшников, а на осужденных США россиян заговорили с самого утра. Со ссылкой на одно из государственных информагентств новость перепечатали ведущие издания. Человек, который в первую очередь интересен Москве, это Виктор Бут. В 2011 суд в Нью-Йорке признал его виновным в сговоре цели убийства американских граждан. Россиянина также уличили в продаже ракет террористам. Источник, как утверждается в сообщении из Кремля, добавил, в обмен на Савченко Россия хочет запросить не только Виктора Бута. Хотят видеть дома в России и другого осужденного летчика Константина Ярошенко. Его приговорили в США к 20 годам тюрьмы. Арестовали Ярошенко, кстати, по обвинению в подготовке и транспортировке крупных партий кокаина. Кроме того, якобы есть целая группа россиян, имена которых прессе неизвестны, но американский адвокат осужденного российского торговца оружием Бута, новость воспринял воодушевленный, даже сказал, что такая вероятность, как ему кажется, существует. Все эти вопросы, как утверждается в закрытом режиме, уже обсудили Кэрри и Лаврова во время официального визита госсекретаря США в Москву. Прокомментировали ситуацию и адвокаты украинской пленницы. Я действительно хочу, чтобы надежда, а, оказалась дома, б, неважно какой ценой. Имеется в виду, кто в обмен на Савченко будет отправлен в Россию. Будут ли это американские россияне, которые сидят там в тюрьмах, или же это будет Ерофеев Александров, о чем публично предложил президент Порошенко. Но самое интересное началось потом. Представитель дипломатической миссии США в Москве сообщил, такой обмен в Вашингтоне не рассматривают. Его коллега в Киеве, Джеффри Пайет, все это вовсе назвал абсурдом. Это просто смешно. Савченко удерживают в России незаконно. Согласно минским договоренностям, она должна быть освобождена и точка. Президент Украины Петр Порошенко предложил обменять ее на двух российских военных. И на этом обсуждение обмена заканчивается. В украинском МИДе ситуацию тоже прокомментировали. При этом подчеркнули, что готовность президента Украины обменять Савченко на двух ГРУшников, это очень щедрое предложение. А также добавили, больше России ничего предлагать не будут. Не остался в стороне и советник главы СБУ Юрий Тандит. По его словам, Украина заинтересована в скорейшем приговоре в отношении российских военнослужащих. В этой связи еще одним белым пятном остается вопрос о гибели адвоката Александрова Юрия Гробовского, добавил он. В Москве сегодня тоже высказались. Сухое сообщение распространили со ссылкой на пресс-секретаря Путина Пескова. Цитирую. В Кремле не располагают информации про возможность обмена гражданки Украины Надежды Савченко на россиянина Виктора Бута. Конец цитаты. Так были ли вообще переговоры? Достоверно известно одно. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шена на днях планирует посетить Москву. Будет ли обсуждаться судьба Надежды Савченко, ну или предположим Виктора Бута, не сообщается. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканала Интер. Убийство Юрия Гробовского, адвоката российского ГРУшника Александрова, не единственное фигурирующее в уголовном деле. Сегодня об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос. Но сославшись на тайну следствия, других имен не назвал. Зато обнародовал видео, где Гробовский отказывается дальше защищать Александрова. Видеофайл, уточнил Матиос, следователи обнаружили на одном из IT-серверов, где его разместил один из убийц адвоката. И это не единственное видео с Гробовским, обнаруженное там, что на других прокурор тоже не рассказал. Я адвокат Гробовский Юрий Леонидович. Обещаю и обязуюсь прекратить оказывать правовую помощь обвиняемому Александрову Александру Анатольевичу в рамках уголовного производства, которое пребывает в Голосеевском районном суде города Киева. Почему? Потому что я считаю невозможным его дальше защищать по этому делу. Почему невозможным? Вы поняли ошибку? Да, я понял свою ошибку. Не на все вопросы есть ответы, но на большинство вопросов в ваших головах ответы есть следствия, которые мы сейчас не сможем озвучить. Есть показы выполнения убийц, есть это видео, которое вы только что переглянули. Хмарные технологии с кодом доступа были созданы одним из убийц, сразу в день убийства, и сохранялись до этого времени. Мы не отключаем, что могут появиться еще и другие видеозаписы. И это, возможно, даст нам возможность приближаться к колу настоящих замовников. Напомню, адвокат Юрий Грабовский исчез 6 марта. Накануне он забронировал номер в одной из одесских гостиниц, но там его никто не видел. Позже на странице адвоката в Фейсбуке появились фото и посты из Египта, куда он якобы вынужден был уехать из-за угроз. Тело Грабовского нашли в конце прошлой недели, в 25 километрах от города Жашка, в Черкасской области, в заброшенном колхозном саду. Причем на место преступления полицию привел один из убийц. Второго подозреваемого задержали позже. Оба в содеянном уже сознались. Рассказали, что из Одессы в Киев адвоката везли под действием психотропных веществ, а чтобы не сбежал, на ногу надели браслет со взрывчаткой. Официальную версию преступления в ГПУ пока не озвучивают. Теперь последнего будет защищать другой адвокат, Рыбин. Следующее заседание назначено на 5 апреля. Еще одно утро под вражеским огнем пережили жители села Зайцево и окрестностей Горловки. Боевики стреляли минами прямо по их домам. Ирина Баглай с подробностями. Так боевики разбудили жители села Зайцево сегодня утром. Район Жованка уже считается окраиной Горловки. Отсюда людям в село приходится идти прямо по линии огня. Здесь даже военным покидать окоп опасно. Может настигнуть пуля. Сейчас работают там ОБСЕ, они сейчас сидят, наверное, тихо. А так все, война. Два дня назад разрушили этот дом, сегодня стреляли по соседней улице. Женщины жалуются, в самой Горловке тихо, а их родное село каждый день под огнем. Мы идем из Горловки. В Горловке тихо, спокойно, люди живут своей жизнью. Только мы вот это вот тут, я не знаю, какое наказание несем и за что. Начинают сильно стрелять, значит падаем, где-то прячемся, за забором прячемся. А так идем и все, уже понимаете, никакого ни страха нет, просто сил нет. Дальше ворот местные стараются не выходить. Как только начинается обстрел, все сразу прячутся по подвалам. В первый подвал бежит, сразу. Тогда начинают стрелять и кот, и собака все. Что показывать, когда бьют со всех сторон. Дом совсем добили уже один. Соседям повезло, только шифер на крыше повредила осколками. Снаряды упали совсем рядом с домом. Здесь почти во всех зданиях заколочены окна. Но и это не спасает от разрушительного железа. Тяжелое вооружение наемников находится в центре Горловки. А вот укрепрайоны противника видны и с армейских позиций. Это Зайцевская школа и больница. Артиллерия немножко дальше находится их. Танки тут тоже поближе все находятся. Тут у нас в 800 метрах стоят танки их. Пехоты, озброения. Артиллерия работает дальше там, с самой Горловки. Если по селу боевики прицельно бьют из тяжелых орудий, ствольной артиллерии, то против военных чаще используют гранаты. Вот это хвостовик от СПГ. Такие подарочки прилетают от наших дружных народов. Вот каждую ночь на позицию и по селу, по мирным жителям. Атаковать военных здесь открыто не решаются. Боевикам не раз приходилось после вылазок бросать свои же позиции под ответным огнем армейцев. Недавно, говорит командир, по ту сторону провели ротацию. Местных боевиков почти не осталось. Им на смену приходят российские наемники. Ирина Баглай, Александр Данилов, Николай Терещенко из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. В Германии неподалеку от польской границы прогремел мощный взрыв. Пострадали 8 человек. Этот инцидент произошел в городе Хохенвудсен возле магазина пиротехники. Разрушено около полусотни торговых точек. Переход через границу временно приостановлен. Что именно стало причиной взрыва в полиции, пока точно сказать не могут. Пожар в палаточном лагере для беженцев в Турции унес жизни троих детей. А еще шесть человек оказались в больнице. Трагедия произошла ночью на юго-востоке страны в провиции Мардин. Причины ее пока неизвестны. Сейчас в лагере проживают около 9 тысяч человек. Все они выходцы из Сирии. Утром в куплете, вечером в газете. Громкий дипломатический скандал разгорелся после сатирической песни. В результате президент Турции разругался с немецкими журналистами. Охладить пыл Эрдогана обещают в США. Там, если верить уже американским СМИ, его ждет прохладный прием. Татьяна Лагунова обо всем подробно. Возмущение Анкары вызвал ролик длительностью в 1 минуту 52 секунды, который продемонстрировали в эфире статирической программы далеко не самого популярного немецкого телеканала. Журналисты переделали известную песню. Вместо оригинального клипа показали кадры разгона демонстраций в Турции и самого Эрдогана на различных мероприятиях. Но содержание песни было примерно таким. Мол, президент Турции, босс Босфора, живет на широкую ногу. Очень гневается, когда речь идет о свободе слова, а журналисты, которые его критикуют, попадают в тюрьму. Несмотря на то, что программа была сатирической, в Анкаре ее заметили и обиделись. Да так, что вызвали в МИД немецкого посла и потребовали объяснений. Хотя обычно дипломатов вызывают, чтобы выразить протест в связи с действиями государства, а не коллектива телевизионного шоу. Впрочем, в последнее время западным дипломатам часто достается от Эрдогана. На днях он раскритиковал консулов Германии и Великобритании за то, что те пришли на судебные слушания по делу двух либеральных журналистов. Корреспондентов обвиняют в шпионаже и подготовке государственного переворота. Генеральные консулы в Стамбуле присутствовали на суде. Кто вы? Какие у вас там дела? Дипломатия требует соответствующих манер. Это не ваша страна, это Турция. Давление на оппозицию и СМИ, о котором пели немцы, а также разногласия в сирийском конфликте, могут омрачить и визит Эрдогана в США. Сегодня президент Турции вылетел в Вашингтон, чтобы принять участие в саммите по ядерной безопасности. Западная пресса пишет Эрдогана, ждет холодный прием, переговоры с Барком Обамой не запланированы. Хотя сам турецкий лидер перед вылетом сообщил журналистам, встреча все-таки состоится в кулуарах саммита. Татьяна Луганова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Это не все подробности дня. Вот что узнаете после короткой паузы. Речные царьки. Кто отобрал у кировоградцев общественный пляж? Загадка террориста. Профессор, несчастный влюбленный или сотрудник спецслужб? Кто все-таки захватил египетский лайнер? Мазда Си-Кс-5. Яскрава та безопасна. Стильна та технологична. Мазда. Продолжим выпуск. Золотые пески Кировограда. Местные новориши положили глаз на общественный пляж. И тот общественным быть перестал. Что выросло на песке и кому греть бока у воды, выясняла Елена Брынза. Так раньше выглядела городская лодочная станция и пляж Парки Победы. Теперь здесь ресторанный комплекс. Вместо песчаного берега бетонная набережная. Рядом элитные коттеджи. У нас был бы сюда доступ свободный до речки. Я приходил с внуками, думал, пройти, меня туда охрана не пускает. Только пускают, надо платить 50 гривен, чтобы зайти. Парк – это территория заповедника, где любое строительство запрещено. Активисты говорят, обращались с жалобами в архитектурно-строительную экологическую инспекцию, но нарушений там не видят. Этот дом, который мы называем трехповерховый коттедж, его называют эллингом – место для стоянки лодок, что абсолютно не соответствует действительности. Разгулялся в парке местный бизнесмен, народный депутат от Народного фронта. Несколько лет назад он взял лодочную станцию в аренду на 49 лет. Уверяет, по документам у него все законно. Законодательство предусматривает для лодочных станций строительство эллингов для обслуживания плавсредств. Вот он там и делается. Вот только показать сам договор аренды Нардеп отказался. Не смог также образумительно объяснить, как лодочная станция превратилась в ресторанный комплекс. На каких же условиях предприниматель получил землю в аренду и сколько это приносит денег в бюджет. Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы пошли в мэрию. Но там никаких документов не оказалось. На жаль, его не можем зараз надать, так как данное решение вылечено прокуратурой. Мают право местные свободно иметь доступ к угодных ресурсов. Насколько я помню по законодательству, это предусматривается для угодных объектов, ставки, озера и так далее. В прокуратуре такому заявлению мэрии очень удивились. С управления земельных отношений и охраны на околочной оборудовании Кировоградской Минской Рады будь-якие документы, что касаются аренды околочной чёрной станции на речи Сугаклей, не получались. Куда делись документы, выяснить так и не удалось. Видимо, ссорятся с народным депутатом. Ни в мэрии, ни в прокуратуре не хотят. Вот и придумывают отговорки. А возможно, таким образом пытаются скрыть нарушения, которые были допущены при строительстве комплекса. Елена Брынза, Владимир Кубакин, подробности, телеканал Интер, Кировоград. Ничего не знал о засаде боевиков или осознанно отправил бойцов на верную гибель. В Павлограде сегодня прошло очередное заседание по делу генерал-майора Назарова. Его обвиняют в служебной халатности. Из-за чего два года назад под Луганском погибли 49 украинских бойцов. Они были на борту печально известного Ил-76. Июнь 2014-го. Военный Ил-76 с 40 десантниками и 9 членами экипажа заходит на посадку в Луганский аэропорт. Его словно ждут боевики. Прицельное попадание в борт и крушение. Не выжил никто. Сразу заговорили, что в генштабе знали о готовящейся засаде. Это предательство. Это чистое слово предательство. На скамье подсудимых генерал-майор Виктор Назаров. На момент катастрофы он руководил штабом АТО. В военной прокуратуре говорят, именно ему приносили разведданные о засаде боевиков. И он все равно отправил туда борт. Одному из погибших бойцов, Павлу Никонову, было всего 24. Его мать приезжает на каждое заседание, чтобы посмотреть Назарову в глаза. Я буду ездить до конца, пока его не посадят. Ему ложили рапорта на стол и сказали, что нельзя поднимать борты в воздух. Он все равно их поднял. Я считаю, что он виноват в гибели 49 хлопцев. Генерал обвиняют в служебной халатности, повлекшей гибель людей. За это грозит до 8 лет тюрьмы. Сам он немногословен. Я впевнен, что я ни в чем не виновен. Суд идет уже несколько месяцев. Сегодня военная прокуратура подала письменные доказательства вины Назарова. Среди них есть под грифом «Секретно». Также прокуратура предъявила Назарову иск о компенсации ущерба государству на 27 миллионов гривен. Гражданский иск почти на такую же сумму параллельно подали родственники погибших. Но уже к генштабу. Его представитель сегодня тоже в суде. Генеральный штаб, выучивши эти позывные требования, считает их неугрунтованными и такими, что не подлегают задоволению. Адвокат потерпевших считает, на скамье подсудимых должен сидеть не один Назаров. И не исключает, в ходе слушания появятся данные о причастности многих высоких чинов. Колоосиб, яке причетно, оно больше велико, чем один генерал. И мы еще будем изясывать, кто сам должен за это ответить. Самым горячим этапом станет допрос ключевых свидетелей. Их имена и должности пока не разглашают. Когда, наконец, будет поставлена точка в этом резонансном судебном процессе, сейчас даже предположить сложно. Пока суд опросил только потерпевших. Сегодня начали зачитывать письменные доказательства, предоставленные военной прокуратурой. Но из 11 томов пока не зачитано и половины. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. Около 45 тысяч украинских воинов вскоре вернутся домой. Президент подписал указ об увольнении в запас военнослужащих четвертой волны мобилизации. Большинство из них были призваны на службу полтора года назад. Как утверждают Минобороны, из-за увеличения числа контрактников, необходимости в мобилизации на сегодняшний день пока нет. Очередное обострение в Марьинке. За минувшие сутки город стал самой горячей точкой на Мариупольском направлении. Под вечер боевики из минометов и гранатометов обстреляли позиции наших военных, а потом пошли на штурм. Продолжит Станислав Кухарчук. Пейзаж окрестностей Марьинки уже мало что может изменить. Но боевики вчера в который раз постарались, уничтожив два жилых дома. Людмила пригласила нас на экскурсию по своему жилищу, а точнее по его шуинам. Женщина просит не показывать ее лицо. Рассказывает, семью спасло чудо. Во время обстрела они с мужем были в гостях. Вот сюда попало. Ребята говорят, что у меня осколок какой-то. Осколок что-то фугаснул? Не знаю, у нас не было дома как раз. Я обычно вот здесь сплю, у меня муж там спали и спал. Почти три недели в Марьинке было спокойно. Столкновения с боевиками были, но только на флангах. После вчерашнего бойцы весь день чистят оружие. Все началось вчера под вечер. Боевики обстреляли окрестности города из минометов и гранатометов. А потом пытались пехотой прорваться на наши позиции. Остановить их ребята смогли только шквальным огнем. Дмитрий ведет нас по окопу на позицию, откуда четко видны укрепления боевиков. До них чуть больше 200 метров. Сегодня противник удивительно спокоен. Дмитрий уверен, после вчерашней атаки наемники еще долго будут залезывать раны. Видно их даже блендаж, как они пересуваются. Рают среди ночи какой-то новый блендаж, чтобы точку не спалить их. Но мы всегда смотрим, как они пересуваются. Такую резкую активизацию врага в штабе бригады связывают с очередной ротацией. Марьинку боевики уже давно используют как своеобразный тренировочный полигон. Каждое новоприбывшее подразделение наемников обязательно старается испытать свои силы на наших бойцах. Раз через два дни, два дни тихо, на третий день выбирается какая-то виска дилянка фронта, на которой сосередживается массовый огонь. Бои не есть очень длительные, до двух-двух с половиной часов, но в этот момент интенсивность огня очень высокая. Сегодня вечером наши бойцы ждут еще одну вражескую атаку. По информации разведки, в пригороде Донецка боевики скапливают технику и живую силу. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Николай Кендратенко. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. И мы продолжаем рассказывать, как учат своих граждан защищать родину Израиль, страна, которая не одно десятилетие умудряется и успешно воевать, и процветать. Вот сейчас израильские военные готовятся к боевым действиям в арабских городах. Причем используют как новейшие технические разработки, так и приемы, которым уже десятки лет. На тренировках в специальном учебном центре побывал Сергей Услендер. Те, что в грязновато-дымчатом камуфляже, изображают террористов. Плохие парни определяют, исходя из боевого опыта. Раз увидел, как воюют боевики, значит, сможет показать их стратегию и другим. Учебный центр «Илья Ким» построили после операции «Несокрушимая скала», когда генералы поняли, больше войны дивизия на дивизию не будет. Теперь нужна другая тактика. Наши инженеры специально изучали тоннели «Хамас», чтобы в точности их воспроизвести. Мы проложили несколько километров подземных ходов, чтобы показать солдатам, как террористы воевали в Газе, когда они могли вбежать в один дом, а выскочить у тебя за спиной. Сам такое видел. Подбадривая друг друга криками «Аллах Акбар!», террористы открывают шквальный огонь. Израильская пехота постепенно занимает деревню. Населенный пункт классический, построен по настоящим картам. Ничего не понятно, застройка хаотичная, все перемешано. Командиры ориентируются по данным беспилотников. Стой, стой, там нет прохода, стена. Отправьте отделение, обойти квартал. Аккуратнее на флангах. Вот примерно так и выглядит современная война. Несмотря на все технические достижения, электронику, спутники, беспилотники, компьютеры, пока пехота своими ногами не пройдет от дома к дому, не зачистит каждое строение, победа одержана не будет. Условные террористы импровизируют, контратакуют, забрасывают гранатами, скрываются в тоннелях. Вот учебная задача усложнилась. Одно из отделений заблокировано в центре деревни. Солдаты, укрывшись в домах, ожесточенно отстреливаются, пока на помощь пробиваются другие. В принципе, на первый взгляд, ничего сложного нет. Способ штурма пока один. Гранату в окно, очередь из автомата в дверной проем и прикрывая друг друга войти в здание. Через улицу перебегают по одному, остальные прикрывают. И так от строения к строению заглядывая в каждую щель. Весь опыт израильской пехоты, полученный в Южном Ливане и Газе, сконцентрирован в этих учениях. Без таких тренировок теперь солдат в бой отправлять не будут. Сергей Услендер, Алена Боярская. Подробности телеканал Интер из тактического центра Илья Ким. Израиль. Второй день подряд территория перед зданием Капитолия в Вашингтоне в оцеплении полиции. Там обнаружили два подозрительных пакета. Ничего опасного специалисты в них не нашли. Напомню, накануне полиция уже брала в кольцо здание Конгресса, после того, как мужчина открыл стрельбу в зоне досмотра туристического центра Капитолия. Тогда пострадала женщина. Сам злоумышленник был ранен полицейским. Сейчас стрелок в больнице. Позже его допросят следователи. Новость, которая подняла на ноги весь мир. Сегодня утром неизвестный угнал пассажирский самолет в Египте. Под угрозой оказались жизни десятков человек. Кем оказался угонщик и каковы были его мотивы, все узнаете из нашего сюжета. Самолет А320 компании Egypt Air вылетел из Александрии в Каир точно по графику. На борту 56 пассажиров, 7 членов экипажа и один сотрудник службы безопасности. Рейс внутренний лететь всего 45 минут. Поэтому пассажирам показалось несколько странным, что стюардессы сразу собрали паспорта. Самолет начал набирать высоту и экипаж объявил, что по техническим причинам лайнер отправляется на Кипр. Вскоре ситуация прояснилась. Борт захватил неизвестный. На нем пояс смертника. А320 приземлился в аэропорту Ларнаки. Захватчик утверждает, что на нем пояс смертника. Мы не знаем, правда это или выдумка, но ради безопасности пассажиров относимся к этому как к реальной угрозе. Сначала угонщиком был назван профессор, ветеринар Ибрагим Самаха. Его родственники даже успели заявить, что он страдает психическими расстройствами. Однако впоследствии выяснилось, что Самаха один из пострадавших пассажиров. Настоящий захватчик – египтянин Сейф Элдин Мустафа. И мотивы поступка у него личные. Мы делаем все возможное, чтобы освободить людей и покончить с этой беспрецедентной историей. Но происходящее никак не связано с терроризмом. Захватчик попросил передать письмо якобы бывшей жене, которая живет на Кипре, из которой у него четверо детей. Со злоумышленником начали работать переговорщики. Его требования оставались до конца неясны. То просил освободить женщин заключенных египетских тюрем, то политического убежища на Кипре, то желал встречи с чиновниками ЕС и перелета в другие аэропорты. На всякий случай спецназ готовился к штурму. Тем временем самолет группами начали покидать пассажиры и члены экипажа. Один из них выпрыгнул в окно. Последним, через пять часов после приземления, борт покинул захватчик. В сети появилось селфи пассажира с ним, но сведений о нем крайне мало. Он может быть египетским военнослужащим или профессором истории. В виде Каира его назвали невменяемым. Пояс смертника действительно оказался фейковым. Больше узнают следователи. Захватчик уже арестован. По некоторым данным, сейх Алдин Мустафа может быть связан с египетской оппозицией. Впрочем, официальных подтверждений этим сведением пока нет. Ирина Иванова, подробности, телеканал Интер. Кролик в Белом доме. Что за необычный день открытых дверей там устроили? Об этом и не только узнаете из нашего обзора. Кролик в Белом доме. Традиционно в резиденции американского президента на Пасху устраивает настоящее шоу. Президентская чета пригласила родителей и детей со всей страны. Среди гостей на праздники по перекатыванию яиц была и семья певицы Бьонцы. Президент Ша Барак Обама и первая леди Мишель Обама прочитали сказку для детей. В этом году это была книга «Там, где живут чудовища» Мориса Сендека. Ночь в компании «Акул». Новая услуга от Парижского океанариума. Только одна ночь и только самым любознательным, желающим переночевать в специальной капсуле, наблюдая за повадками хищников и даже покормить их детенышей, следует оставить заявку на сайте с ярким описанием своих ожиданий от посещения. Разобрались сами. Американским властям удалось взломать айфон террориста Саида Фарука без помощи Apple. В связи с этим Министерство юстиции США отзывает свой иск к компании. Apple, в свою очередь, обещает повысить степень защиты личных данных на своих устройствах. Тяжба между ФБР и цифровым гигантом началась, когда власти требовали доступ к смартфону Саида Фарука. В конце прошлого года он вместе со своей женой открыл стрельбу в Центре для инвалидов в Сан-Бернардино. Экзоскелет колена, который помогает при ходьбе по неровной поверхности, придумали студенты высшей технической школы Цюриха. Устройство имитирует человеческое колено, к которому и должно крепиться приспособление. В дополнение к такому изобретению и умные костыли. Они помогут адаптировать искусственные колени к разным типам поверхности. Но пользоваться устройством может будет еще не скоро. В планах студентов сделать экзоскелет более маневренным и удобным в использовании. Эти футболисты не отдыхают, они прячутся от пчел по указанию арбитра. Незваные жужжащие гости прервали чемпионат штата Параиба в Бразилии между местными командами. Футболистам не оставалось ничего другого, как лечь на поле и подождать, пока пчелы оставят их в покое. Наверное, я поймал дельфина. Сначала подумал Берт Уильямс, рыбак из Великобритании. На самом деле, на крючок попалась огромная треска. С таким уловом британцу повезло на побережье Норвегии. Вместе с приятелем Берт боролся с рыбиной почти четверть часа. Весит треска около 43 килограммов. До мирового рекорда не хватило всего каких-то 5 килограммов. Ну что ж, вот такими подробностями запомнится этот вторник. Спасибо, что смотрели. Обязательно увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин